Благоустройство, состояние дорожного хозяйства, подготовка ко Дню Победы, завершение топительного сезона и качество питания в образовательных учреждениях стали основными темами аппаратного совещания. Началось заседание с печального известия. В воскресенье умер президент областной торгово-промышленной палаты Юрий Рогов. Губернатор предложил почтить память коллеге минутой молчания. Спасибо. И я надеюсь, Гаев, руководитель администрации, гордо услышал о том, что уже с сегодняшнего, с завтрашнего дня нам нужно приступить к серьезным работам по приведению этого уголка, да и остальных, в общем-то, в достойное состояние. Подготовка парков должна сопровождаться особым вниманием к охране общественного порядка. Глава региона напомнил участникам заседания слова президента Владимира Путина о необходимости снижения количества преступлений в общественных местах. Особенно это должно касаться обеспечения безопасности несовершеннолетних. Губернатор подчеркнул, что традиционные благоустроительные весенние работы отныне будут начинаться не с апреля, как обычно, а с марта, как поступили в этом году в Ульяновске. Новшество этим не ограничивается. Должно быть принят соответствующий нормативный документ главы администрации района о закреплении чиновников за каждой улицей, переулком, площадью, сквером. И эти закрепленные лица два раза в день должны обходить свою территорию. Приведение в порядок населенных пунктов будет продолжаться в течение трех месяцев, до первого дня лета. На весну приходится один из самых главных праздников страны – День Победы. На встречу с председателем областного совета ветераном Сергеем Ермаковым принято решение дать старт акции «Солдатские треугольники». Письма с фронта и на фронт, а также письма наших юных современников своим воевавшим прадедам будут объединены на страницах новой книги памяти. Весной завершается отопительный сезон. Одновременно с ним начинается подготовка к новому. Радует, что количество нештатных ситуаций год от года в самое тяжелое для коммунальщика время продолжает стабильно снижаться. Но проблемы, увы, остаются. Много неприятностей выпало на долю Димитровграда. При подготовке мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону 2017-2018 годов необходимо уделить внимание двум муниципалитетам на состояние системы теплооснабжения школ. Это я сейчас речь веду про Барышевский район, школа среднеобщеобразовательная в Красной Зорке и школа номер один в Павловке. Ситуация в Павловке сложилась непростая и угрожает учебному процессу. Условия, в которых вынуждены дети учиться, не соответствуют тем требованиям, которые должны быть. Так и заслушивая руководителя, руководителя муниципального образования по вопросу, а каким образом вы планируете решать этот вопрос, он говорит, а нам до конца финансирование мы не понимаем, поэтому по большому счету ответ получили следующий, что решен вопрос не будет. Но паловцы могут быть уверены, что на произвол судьбы их не бросят. Вопросы заинтересовались на региональном уровне. А пока он решается, Дмитрий Вавильев назвал сроки окончания отопительного сезона. Рекомендовать главам администрации муниципальных образований завершить отопительный сезон не ранее дня, следующим за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесоточная температура наружного воздуха наблюдается выше плюс 8 градусов по Цельсию. В завершении совещания губернатор напомнил, что скоро начинаются весенние каникулы школьников. На это время должна быть обеспечена занятость учащихся всех возрастов. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правдина.